На каком месте мы с вами зависли? Мы с вами зависли при обсуждении забывания. Итак, два разных способа торможения условной связи. Первый способ – внутреннее торможение, это когда просто не подкрепляются действия, как в примере с олеменком. Ну, если взять, переадресовать этот пример к паузской собачке, что надо сделать, чтобы вызвать внутреннее торможение, а паузской связи у собачки. Вау! Паш, перестаньте так шутить, а то я решу, что вы ничего не купили. Итак, вопрос всем, что нужно сделать, чтобы вызвать торможение первого типа, внутреннее торможение, у собаки, у которой уже сформирован условный слюно-длинный рефлекс на лампочку. Включать лампочку и не кормить, а кормить какое-то другое время. В этом случае после первого включения слюна пойдет? Да. Пойдет. После второго пойдет? Да. Пойдет. После третьего пойдет? Да. Еще пойдет. После четвертого? Пойдет, но меньше. После пятого? Еще меньше. Еще меньше. После шестого еще меньше, а начиная с седьмого-восьмого почти погаснет. Со временем что оказалось? Ну нет, не подтверждается это соответствие. Нужна ли эта аварийная линия связи? Не, это надо тормозить. Идея-то понятна? Да. Хорошо. И теперь внешнее торможение. Резкий возбудитель, да? Внешний резкий возбудитель, который почему-то взял и остановил течение приобретенного рефлексом. На самом деле этот случай настолько важен, это здесь мы с вами уперлись в одну из базовых биологических закономерностей, которые обычному человеку в голову не приходят. Так? Значит, давайте у вас 2-3 минуты для того, чтобы подумать и предложить ответ вот на какой вопрос. А какая информация для любого живого существа является самой важной? Иными словами, какую информацию необходимо объявлять приоритетной? Слово приоритет, понятно? Преимущество перед всеми прочими. Сначала думать, потом тянуть голову, руки. То есть и руки, и голову, все вместе. Но сначала думать. Предупреждаю, круг несколько неожиданных. Какая операция в математике называется вынос за скобки? Все понимают? Поднос за скобки. В дополнение к задному вопросу. У нас есть приоритетная информация, ее можно выносить за скобки? Нет. Нет, именно ее надо обрабатывать. А не приоритетную можно вынести за скобки? Можно. Тихо, тихо, тихо. Думайте. Если решение созрело, руки поднимайте. Прошу. А вы понимаете, что если по этому пути идти, вы назовете 1557 разных форм информации, помогающих выжить? А взять и указать классационный принцип не удастся. Потому что в конечном итоге вся информация при определенном раскладе нам помогает пробовать еще. Информация об опасности, об опасных или инвестициях. А на ней написано. То есть вы получаете сообщение, и поверх сообщения, как на компьютерном экране, сгорается окошко. Опасность, опасность, изумер еще включается. Ну, чтобы уж совсем те, кто в танке, все равно не пропустили. Ну, может, только ты раз и забудешь, ты уже больше никогда его не узнаешь? А, невозвратная. Интересный ход. Ну, вообще, к слову, о. Та информация, которая в мирном стиме хоть когда-то хранилась, хоть когда-либо хранилась, да? Судя по многим косвенным данным, по-настоящему потеряться не может. Она будет храниться в таком жутко сжатом, скукоженном варианте, но храниться будет. Может быть, что-нибудь неизвестное, которое нам еще надо обрадовать. Ну-ка, ну-ка, еще раз. Ну, что-нибудь неизвестное, которое нам еще надо обрадовать. О, давайте поиграем в эту игру. Итак, представьте себе на секунду, что я попал в мир, где ничего не изменяется. То есть, все мои опы и чувства засекают все время постоянный сигнал. Я сам неподвижен, вокруг меня ничего не перемещается, не возникают никакие источники, но сигналы. Представляете, ситуацию? Ага. Отлично. Ответьте на вопрос. С какой вероятностью я в следующий момент пообеду? С нулевой. Передо мной нет еды. Для того, чтобы пообедать, должна появиться еда. А если появилась еда, новые сигналы пообедутся? Ну, образ, там, я не знаю, тарелки с чернику. Согласен? Хорошо. Хорошо. Второй вопрос. С какой вероятностью при неизменном характере сигналов я в следующий момент получу по шее? С нулевой. В данный момент меня никто не бьет. Для того, чтобы в следующий момент меня стали бить, ко мне как минимум должны приблизиться. При этом возникнут новые сигналы? Да. Возникнут. Следующий вопрос. С какой вероятностью я в следующий момент займусь любовью? С нулевой. С нулевой. У меня нет партнера. Для того, чтобы перейти к действиям, связанным с организацией, как минимум должен появиться партнер. А это вызовет появление новых сигналов? Да. Разумеется. Значит, я специально выбрал эти три важнейшие сферы поведения. Эти сферы важнейшие для любого живого существования. Да? Витания, избегание хищников и размножения. Отлично. На самом деле, ровно так же во всех других сферах. Как работают все симсомонные системы у любого зверя? Да. Да. Значит, вот если они приняли некоторые, допустим, зрительные сигналы. Ага, приняли. Обработали. На обработку идет на полный анализ. Около полутора секунды. Вот после того, как анализ этого изображения уже совершен. Если изображение не меняется, будет ли постоянно продолжаться анализ этого изображения? Нет. Оно выносится за скобки. На самом деле, оно просто направляется в кратковременную память. Но это уже вообще так. А что будет восприниматься в первую очередь? Какие? А, оно просто. Да. То есть, те объекты сенсорного поля, которые меняют свое значение. Потому что именно они несут биологически важную информацию. Так? Именно с ними связано то, что может с вами произойти дальше. Это понятно? Да. Отлично. Значит, кстати, исходя из этого, наши органы чувств должны работать совершенно человеческим образом. Ну, такому простому обывателю это даже и предстоит все сложно. Допустим, если я сел совершенно неподвижно и тухо уставился в одну точку на столе, что должно произойти с моим зрением? Хорошо. Через полторы секунды оно должно отключиться. Почему? Да потому что система уже приняла эту информацию, обсчитала ее, так? И вынесла в застопки. То есть, на самом деле, сфера восприятия удалена. Так? Все оба ослеплены. На самом деле это происходит? Нет. Не происходит. Почему? Потому что глаза постоянно движутся. Именно так. Именно для этого глазные яблоки у всех позвоночных совершают абсолютно неостановимые постоянные микродвижения. Они называются микросакады. Это совсем небольшое отклонение на несколько угловых секунд. Зато от 5 до 15 раз в секунду. Глаз чуть-чуть подрагивает. А если глазик подрагивает, так? Глаз ведь от камеры. Так? Со своей линзой и так далее. Ну вот, если у вас чуть-чуть смещается вот так камера. Совсем на небольшом углу. Так? Что будет с проекцией изображения на экран? Изменяется. Понятно, что изображение ползает по экрану туда-обратно. Так? Поэтому нервная клетка, принимающая сигнал в данной точке, получает его постоянно или он все время изменяется? Изменяется. Просто начинает анализировать соседний участок зрительной картины. Поэтому наши глазики видят постоянную картину. Следующий вопрос. А как проверить эту смелую дипотезу? Как показать, что если я стабилизировал изображение на сетчатке, то глазик ослевает? Взять линзу, покрасить изнутри и приложить глазу. Что еще раз? А если мы возьмем линзу, приложим глазу. А изнутри мы ее покрасим светлой краской. Линза, ну, так как свет будет, мы будем ощущать, что мы не в темной комнате, а и видеть, что у нас, допустим, там серый цвет. Первую секунду. Потом мы будем двигать глазом, допустим. Так как картинка ничего не изменится, то она... Почему не изменится? Есть линза прозрачная. Нет, мы ее покрасили изнутри так, чтобы пропускался свет. Ну, вы знаете, понимаете, покрасили стекло, не видно, что свет через нее слабо напроходит. А общая идея ясна, на самом деле, совершенно верная. Просто сам эксперимент, который подтвердил эту гипотезу, сделан намного более красиво. На солнце? Нет, еще лучше. Еще более классно. Что такое слайд? Понимаете или не очень? Да. Ага. Еще понимаете. Через несколько лет я ведь просто забыл, что такое слайд. Значит, ясно, что слайд печатается на прозрачной пленочке. Ну, это фотограф на прозрачной пленочке. Если ее осветить яркой лампой, то лучи, пройдя сквозь пластину слайда, вынесут изображение на большой экран. Согласен? Ага. Вот так. Слайд проектора, соответственно, используется для вынесения изображения на большой экран. Отлично. Когда я учился на пути психологии Московского университета, в практикуме, это целое отделение практикума, работал совершенно гениальный человек по фамилии Яблос. Так. И он сконструировал такой простейший девайс. Вот глазной яблоко. Так. Значит, вот это передняя стенка. Вот это верхняя века. Лесницы пошли. Нижняя века. Лесницы пошли. Передняя стенка. Здесь прозрачная. Прозрачный участок роговица. Вот здесь, внутри глазного яблока, сетчатра. Вот здесь хрусталь, фокусирующая система. Система, контролирующая количество света. Раздушная паучка и врачок. Все сразу. Что сделал я с очень простой вещью. Из мягкого нейтрального пластика. Примерно из такого, из которого сейчас делают линзы для класса. Контактный линзы. Сделан маленькую присосочку. Ну, совершенно такую же. Знаете, в туалетах и ваннах, на капельных плитках используют присоски, точнее, крючки с присосками. Их можно в любом месте приплеить. Они держатся до поверхности. Да. Да. Отлично. И вот такую присосочку. Так. Крепили к поверхности глазу. Вот здесь. Не против зрачка, а сбоку. Ну, просто, чтобы она не мешалась. Так. А как для присоски, на кронштейне, была прикреплена рамочка. Вот такая. Которой закреплен слоев. Вот она, пластинка с изображением. Там, я не знаю, агрессор, агилл, с елочкой. Или колобок и баба ЕГА. Ну, совершенно неважно, какое изображение. Так. Пластинка со слайдом находится против зрачка. Поэтому любой поток света, попадающий в глаз, проходит сначала сквозь слайд, а потом сквозь зрачка. И дальше на хрустале пульсируется на сечет. Славно. Теперь глазик все время движется. Но что делает эта пластинка? Она же на поверхности глазу. Она вместе с ним. В результате проекция изображения смещается относительно сетчатки или нет? Нет. Нет. Остается неподвижным. Значит, ощущение, которое испытывает человек при соцкой ярдосе, раньше было очень сложно описывать. А вот сейчас, если вы немножко владеете компьютером, описать их достаточно легко. Кто-нибудь из вас работал в программе Powerpoint? Ага. Ну, я думаю, большинство работало. Это программа, которая обычно используется для создания самых разных иллюстраций в клецах. Для создания презентации. Есть там разные варианты перехода от кадра в кадр. Есть там такой вариант, когда предшествующий кадр начинает с периферии разрушаться и вот так схлопывается к серединке. Есть такой вариант. Вот именно так и выглядит все, если человек одевает присоску ярдоса. В течение двух секунд у него схлопывается зрительное поле. Так и наступает полная обратимая слепота. Глазик не видит ничего. По какой причине? Изображение стабильное. Он уже обсчитал эту информацию. Дело в том, что простую информацию обсчитывают уже сейчас. Более сложная форма информации обсчитывается, конечно, главным образом. Мы уже все обсчитали, ничего нового нет. Что? А слайд крутится вместе с головой? Не может в зрачок попасть никакой свет, кроме света, прошедшего сквозь слайда. Ну, прямо против зрачка закреплена эта властинка. Все. Но если мы не сберем, то опять будет... Да. Это обратимая слепота. Потому что как только удалена присоска или сдвинута пластинка со слайдом, тут же переменная информация пошла. Так и тут же сетчатка стала ее обрабатывать. Слать сигналы в первичный зрительный центр, а тут и в тайничный. Все пошло нормально. Как восстанавливается? Еще раз. Как восстанавливается зрение? Запутались, а потом нормально. Как это выглядит? Ну, знаете, сложно достаточно описать. Ну, вообще, ну, можно, наверное, как всплывание зрительного образа из такого внутреннего неинференцированного поля. Но это очень примерное описание. А мне остается у нас видеть только один глаз? А если науку глаз закрепить? Ну, по-моему. Ну, обычно работают с одним глазом, а второй закрывают нейтральные повязки. Ну, на пиратский момент, знаешь, как пираты, когда один глаз вышли, да? Они эту глаз повязку закрыли. Принцип понятен? Понятно, насколько важна для любого живого существа обработка новой информации. Именно новой. Поэтому берем зверя. Так? Не важно, чем он занимается. Вдруг его органы чувств, не важно какие, засекли новый, достаточно сильный сигнал. Надо немедленно его просчитать. Да. Да. Почему? А вдруг это сигнал? Опасность. А вдруг это сигнал, а будущая опасность. Надо отреагировать. Причем желательно вовремя, пока вас еще не начали есть. Так? Значит, а вдруг это сигнал, наоборот, о том, что сейчас снег в шоколад посылился. Так, надо вовремя вообще найти позицию, открыть рот. А вдруг это сигнал от всеобщей любви, но только. В определенной точке, в определенный момент. Желательно попасть в эту точку, в этот момент. Да. Ага. Отлично. То есть, любую новую информацию совершенно необходимо исследовать. Так? А все прочие программы, которые в данный момент работают, ну, программы нормальной регуляции жизни, так? Они должны продолжать действовать, или их имеет смысл временно приостановить? Продолжать. Продолжать. То есть, отлично. Ваш компьютер и так работает на полную мощность. Теперь вы собираетесь навесить на него еще экстренную программу. С непонятным прогнозом. Может быть, вам предстоит после этого драка, бедство, или наоборот, когда, я не знаю, полная волна лжи. Прогноз будет непонятен. Сколько систем вашего организма должны быть готовы, так, к действию в аварийной ситуации? Чисто на всякий случай. Как бы это больше. Ага. Хватит ли места, а точнее времени и ресурса для срабатывания программ, не связанных напрямую с жизнеобстучением? А, не связанных? Не связанных напрямую. Скажите, если у вас на 3 минуты остановится слюноотделение, вы помрете? Нет. Нет, не помрете. А если вы в течение 3 минуты не реагировали на приближение какого-нибудь, я не знаю, полосатого ухова, шестиного, так, который за 3 минуты успел к вам подойти вплотную и уже съел половину левой пятки. Так? Это может грозить вам некоторой неприятности? Ага. А почему бы не отреагировали? А у вас ресурс был занят. Он занимался слюноотделением. Значит, исходя из этого фантастического примера, во время исследования нового сигнала надо по возможности освободить счетные ресурсы или как работает, так и работает. По этой причине вот эта реакция, которую мы сейчас с вами разбираем, имеет свое название. Называется она ориентировочный рефлекс. Ориентировочный рефлекс. И обладает рядом совершенно уникальных особенностей. Во-первых, программа ориентировочного рефлекса врожденная. Ну, этим нас не удивишь. Мало ли урожденных рефлекса. Во-вторых, помните определение рефлекса? Мы его записываем с вами. Да. А скажите, пожалуйста, какой именно сигнал запускает ориентировочный рефлекс? Изменение. Во. Запускает не тип сигнала, запускает его дельта. Что такое дельта воздействия, понимаете? Да. Ага. Не важно, что изменилось. Освещённость резко изменилась, запустился ориентировочный. Запах резко изменился, запустился ориентировочный. Тактильное ощущение, осязание. Далее новый сигнал запустился ориентировочный. Запуск не конкретным значением сигнала, а изменением его. Ну а в чём будет сама исполнительная часть ориентировочного рефлекса заключаться? Ну вот прошла информация, что идёт новый сигнал. Так активировался центр ориентировочного рефлекса. Раздал команды органам-исполнителям. И что произойдёт со зверью? Ну, напряжётся. Отлично. Дальше. Ну, а переработан автомат. Отлично. Что пришло. Так, ладно. Стоп. Мы её уже переработали и убедились, что новое. Скажи что? Как действовать? Наспрятать. Как действовать? Напрягся? Я хотел убежать. Ага, отлично. Там плавой партнер подошёл, а я прячу, я убегаю. Классная картинка. Ну, попытаться, если такой информации, если ты до этого не получал, то убежать. А если не получал, то действовать, как раньше действовал. Скажите, пожалуйста, а на какой части вашего тела находятся все самые плавные органы чувств, которые могут воспринимать информацию на расстоянии? На голове. На голове. На голове называется это органом чувств дистантным. Это глазки, ушки и носик. Если прошло сообщение, что есть новая информация, первое, что надо сделать. Вернуться обратно. Развернуть голову, в какую сторону? В сторону сигнала. В сторону сигнала. Зачем? Чтобы изучить. Чтобы изучить готовое. А чтобы его изучить. У вас же первоначально недостаточное количество информации. Единственное, что вы знаете, что что-то много. Надо разобраться, что именно много. Вот для того, чтобы планировать своё поведение в дальнейшем, надо понять. А для этого надо направить на источник сигнала все наши органы чувств. А значит, на практике, как это будет выглядеть? Поворот головы. Поворот головы. Плюс к этому, голову оповернули. Что будет со зрительными осями глазами? Ведь глазки-то у нас подвижны, даже на неподвижном голове. Глаза разворачиваются в сторону сигнала. Еще. Но у нас с вами у людей ушные раковы неподвижны. Уже пора. Мы с вами лишимся. Значит, у нас редуцирована, грубо говоря, ухо-двигательная мускулатура. А у нормальных млеков что произойдёт? Кроме разворота глаз, разворот ушных раков. И масса. Ага. А теперь, если взять и поставить человеку приборчик, чутко реагирующий на вдох-выдох. Как положено в этот момент? Человек будет делать усиленный вдох или усиленный выдох? Вдох. А вдох почему? Потому что принимается, что это. Да, анализ запаха. Причём мы осознаём все эти действия или всё это происходит совершенно бессознательно, помимо нашего органа? Бессознательно. Да, это рефлекторная программа. Да? Но она позволяет набрать информацию о новом событии. Тем самым составить базу для планирования наших дальнейших действий. Ура! Мы, ребята, наконец получили возможность составить общую композицию поведения уже не отдельного действия, не драганей, не левых гаданей. На основе рефлекторной модели посмотреть, что она может описать, а что она описать не может совершенно. Причём принципиально. Значит, это рождаются зверёна системой программ рождённых рефлексов. Причём я не ставлю номера, не ставлю цифры, но может ли их быть бесконечно много? Нет, не может. Какой причина? Не хватит памяти. Не хватит чего? Да. Вы сказали, не хватит памяти. Скажите, а на каких источниках записана информация? Значит, понятно, что в конечном итоге... Да. В конечном итоге есть антийство враждённое. Да? Да, оно записано. Значит, на самом деле единственный информационный носитель, который переходит от поколения к поколению, ДНК. В конечном итоге всё это дело сходится к записям на ДНК. Так. У нас с вами не безумно много денег. 30 тысяч. Подавляющее большинство из этих генов чем занято? Какой информацией забито? Не безумно. Строение работы клетки. Вот просто одной клетки. Потому что живое – это что? Живое – это клетка. Поверх – это информация. Какая информация лежит? Как из одной клетки получить много вариантов клеток? Мышечная, нервная, железистая и так далее по списку. Что? Разные ткани. Поверх – это информация. Какая информация лежит? Как из разных клеток собрать разную окна? Поверх – это информация. Как из разных клеток собрать окна? Во-первых, а потом ещё желательно, чтобы окна работали. Это, конечно, очень классное, красивое и большое сердце. Но ещё не плохо, чтобы оно билось. Понятно? Так. Значит. А в результате, как по-вашему, 30 тысяч файлов. Так? Вот для того, чтобы набить всю эту информацию. Это безумно много или это смешного мало? Разумеется. Много ли у нас остаётся свободного информационного пространства на запись касающихся поведения? Мизер. Не может быть сверх развернутая программа врождённых поведений. Не было. Значит, поэтому, что происходит? На основе вот этих врождённых элементов, уже в ходе развития организма, формируются какие программы? Новенькие. Словные. Какие программы формируются на основе врождённых? Условные. Условные, приобретённые. Итак, на основе врождённых принципы этого формирования мы с вами разбирали. Так? Возникают широкие ВРА, приобретённые условные регуляции. Ну, при этом, если мозгов живого существа достаточно, то кроме условных регуляций первого порядка, возникают ещё ВРА в старших порядках регуляции. Отлично. И вот мы получили информационную поддержку для регуляции жизненных процессов и нашего поведения. Так? Ну, а теперь, вот эта тонкая настройка, приобретённое поведение, оно ведь зависимо от конкретных условий во внешнем мире. Согласны? Да. Согласны. Что надо делать с этой тонкой настройкой при изменении условий? Например, с Ленинском. Угу. Вносить изменения какие-то. Как? Некоторые хайлы стираются. Убрали. Угу. Девит. И всё. Начали. А потом в корзину и подтверждение уничтожения. Потёрли. Хорошо. Но в этом месте оказалась поведенческая дырка. Как в примере с Олимёнком. Стерли использование данного озера. Оно пересохло. Что надо делать? Поискать новое. Искать новое. Искать новое. С какого перепуга. Какой механизм обеспечит развитие поведения по поиску нового источника воды? Жажда. Жажда – это хорошо. Жажда обеспечит высокую вашу мотивацию. Да. То есть высокое стремление это сделать. Угу. Скажите, пожалуйста, до этого вода была, а сейчас воды нет. Это изменение? Да. Это изменение. В ответ на изменение ситуации какой рефлекс включится? Ориентировочный. 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 Так? Угу. Значит. Итак. Вот оно, изменение ситуации, включая программу поиска, в основе которой ориентировочный рефлекс. Поехали. При этом, в ходе поиска, на что будет преимущественно обращаться внимание? На уже известное или на всё новое? На всё новое. На всё новое. Да. Таким образом, повышается вероятность выделить слоф-фактор, который устойчиво сочетается с тем, что мне надо. Идея ясна? Да. А если я выделил фактор, который устойчиво сочетается с водой? Так, что образуется между восприятием этого множественного сигнала и центром? Условная связь. Условная связь. Так, возникновение и поиск новых окон, новых источников сигналов. А в результате совершенствования, развитие технических программ и так далее. Хорошо. Вот такая эпическая панорама рефлекторной регуляции движения. Поэтому мы всё хорошо сделали. Потому что, если в мире происходит что-то для нас неприятное, что-то нужное исчезло, либо что-то, наоборот, отвратительное появилось, тут же включится какие-то рефлекции у нас? Ориентировочное. Ориентировочное. А благодаря этим рефлексам мы набрали новую информацию для того, чтобы найти адекватный путь разрешения. Всё хорошо? Да. Лучше не бывает. Да. А теперь вспомните определение рефлекции. Ещё раз. Рефлекс – это строго определенный ответ. На что? На строго определенный сигнал. Отлично. Если сигнала нет, то есть ли не рефлекс? Нет. Нет. А ты скажите, человек говорит, я хочу это. И это делает. Так? Имеет ли такая форма поведения хоть какое-то отношение к рефлекторной регуляции? Нет. Ребята, это нечто прямо противоположное. Потому что вся система внешних сигналов так может вызывать необходимость срабатывания поведения в одну сторону. А человек говорит, не, ребята, туда не иду. Потому что я хочу другого, хочу вот этого. Сигнал, который бы вызвал моё движение в другую сторону, но есть моё желание. Так? И я, согласно своему желанию, поступаю вопреки сигналом. Так? Значит, как называется такое поведение? Мотивирование. Значит, мотивированное – верно, но в общем смысле этого слова такое поведение, не сводимое к внешнему сигналу, будет называться произвольное. Произвольное поведение. И здесь мы с вами влетаем в почти неразрешимую проблему. Ну, во всяком случае, древние греки средневековые схоласты, если они холст холасты нового времени, в самом начале нового времени, тоже считали эту проблему неразрешимой. Возьми вошла эта проблема в историю философии по имени дяденьки, который я сформулировал в точном варианте – дяденька Буриан. А проблема следующая. Берем вполне конкретного осла – серого блохастого с хвостом с ушами. Вот такое нормальное осло. Вот он. Отлично. И ставим этого осла на строго одинаковом расстоянии от двух столов села. Расстояние это вымерено со всей возможной точностью. Мы знаем, что расстояние строго одинаковое. Осел – точно посередине. Вопрос – что будет делать осел? Появляется. Руки, у кого есть ответ. Потому что здесь важно по очереди и адресное. Прошу. Но он пойдет, когда он есть столов. Стоп. Давайте смотрите. Если расстояние одинаковое, качество силы на слогах одинаковое, что можно сказать о силе сигнала, которая идет слева, и о силе сигнала, которая идет слева. Они одинаковые. Они одинаковые. Вопрос – в какую сторону пойдет осел? Не вызывайте поведение. Одна комната. Никакого. Исходя из чистой логики, осел должен подохнуть от Бога. Потому что он впал в неразрешимое противоречие. Сила, которая гонит его в одну сторону, в точности уравновешивается силой, которая гонит его в другую сторону. Все, привет. Никакого основания для избирательного срабатывания рефлекторной системы нет. Рефлексы запускаются сигналами. Внешним сигналом. То есть, если осел сидит на рефлекторном уровне – это хана. А реальный осел о таких сложностях будет заморачиваться? Нет. Он сначала первый попавшийся сток слопает, а потом спокойно развернется и слопает другой сток. И совершенно не будет ни о какой логике там думать. Вопрос – а что все-таки вызовет первоначальный выбор? Я одел на осла шаура. В отличие от нас, глаза у осла смотрят вперед или в сторону? В сторону. В сторону, они на боковых поверхностях. Понятно? Я делал вот такие щитки. Так. Поставил спрога между стогами. Привязал. Даже в этом месте, ну, там особо не дергался. Так. И совершенно одновременно открыл две шаура. Какой сток он увидит первым? Одновременно. Запах ощутил. Одновременно. В какую сторону пойдет осел? В какую сторону пойдет осел? В какую сторону. В какую сторону. Что такое захочет? Извиняйте. Может, сначала стоять на месте? Да. И сколько времени будет стоять на месте? Поехали голоден. Хорошо. Стал очень голоден в этот момент. Основу выбрать какая? Почему молерва происходит? Не думает о том, куда идти. Так, ребята. Уберите слово «думает». Произволенность. Произология не занимаются. Что такое производность? Случайное выбор. О! Генератор случайных чисел. Рандумовная система. Значит, на самом деле, вещь фантастическую, абсолютно вроде бы для нас неприемлемая. Что лежит в первоначальной, базисной основе того, что мы называем силу воли? Произволенность. А лежит очень интересная вещь. Значит, на самом деле это реакция на действие в ситуации, информация которой принципиально недостаточно для решения. Если бы я промерил расстояние от стогов с точностью до анстрема, получил бы я тогда отличие или не получил? Не получил бы. Ребята, конечно, получил бы. Осел живой или не живой? Ну, живой. Ага, живопозвоночная. Такая штука, как пульс. Есть? Да. Ага, под действием пульсовой волны у него голова слегка дергается. Ну, она же не железобетонная, не отбитая из стали, да? Он живой. То есть микродвижения-то есть? В ходе микродвижения смещение тела происходит. Эти смещения тела даже не на какие-нибудь на анстремы. Они на миллиметры. В ходе этих случайных смещений возникнет у нас минимальная разница между левым и правым сигналом. Дальше возникнет. Но другое дело, что величина этого различия, дельта, настолько мала, что нервная система не рассвечется. В результате зверь будет в ситуацию, когда внешняя информация недостаточна для решения задачи. Так, и с точки зрения логической системы, вот компьютер, допустим, на этом этапе висит. Если у него нет информации, достаточной для решения задачи, компьютер просто висит. Какой блок предусмотрен в регуляции поведения у животных? Случайность. Так, если информация для решения задачи недостаточная, первый шаг решения выбирается рандомно. Так, неважно, в какую сторону первый шаг. Совершенно неважно. Выбор случайный. Но как только первый шаг сделан, произошло смещение, сила сигнала после этого оказывается одинаковая и существенно меняется, вот после этого сила сигнала существенно изменилась. Приоритеты возникли? Да. Возникли, можно, соответственно, дальше все дело описывать в рамках обычной рефлекторной системы. Но вот это первое действие, так, не имеет никакого отношения к рефлекторной системе. Так? А в результате возникает гениальная возможность. Мы говорили, что в продвинутых рефлекторных системах есть возможность планировать действия во время. А если мы на некотором участке этого планирования внесем вот такие рандомные периоды, что мы получим? А мы получим картинку, которая не полностью зависима от внешних сигналов, а обладает уже самостоятельной структурой. Так? Вот это и будет наше желаемое будущее. Это то, что мы называем «я хочу». И дальше начинается очень интересная штука. Обязательно ли совпадают три разные реальности? Я хочу, я могу и то, что происходит. Нет. Нет, совершенно не обязательно. Опять смотрим. Есть люди, которые после того, как сформулировали, даже не сформулировали, и даже не обязательно осознали. Так? Но вот их система сконцентрировалась на «я хочу». Так? После этого какую силу внешний сигнал нужно подать, чтобы перешибить их вектор, направить все-таки в сторону не «я хочу», а в сторону действующего сигнала. Есть люди, для которых, ну, огромной силы внешнего сигнала все равно не хватит. Уперся – будет по-моему. Как называют таких людей? Упрямыми эгоистами. Упрямыми эгоистами, ради Бога. А еще – волевые люди. Волевые. Что такое сила воли? Это сила решения. Решил так, дальше трава не растет. Так? Внешние сигналы на характер моего решения оказывают минимальное воздействие. Идет весна? Угу. Хорошо. А бывают люди, у которых вот эта волевая установка не настолько хорошо развита. Ну да, вроде как «хочу». А при этом возник внешний сигнал, а оказалось, что он-то побуждает действие намного сильнее, чем мое «хочу». Вот такие люди будут называться полезависимые. Зависит от поля происходящих событий. Так? Значит, может ли полезависимый человек четко выдерживает линию своего поведения? Нет. Нет. В какой ситуации попал, так вся и не делает. Говорит одно, а реально делает слегка другое. Говорит, я хочу быть с тобой, а на самом деле где-то учет на раках. Ну и так далее. И так далее. Так что, видите, мы с вами, анализируя простые реперторные системы, подошли уже к порогу вполне сложных механизмов организации поведения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!